Итак, меня зовут Антон Сергеев. Я работаю в Сбербанк Технологии. Сейчас занимаемся адаптацией React Native под нужды банка. Очень интересная технология, но в другой раз. Вообще в мир iOS я пришел издалека. Я пришел из промышленной автоматизации, из мира Debian Linux, из мира микроконтроллеров. Но это было очень давно. Сейчас все-таки я в мире iOS. Продолжим. Итак, очень удобная визуализация приложений. Конечно, глубокий научный анализ всех доступных нам архитектур. Разумеется, всего этого у нас сегодня не будет. Мы поговорим о другом. Сегодня мы постараемся найти ответ на один простой вопрос. Не как пользоваться сторибордами, не что от этого можно получить, а что это вообще такое? Какие идеи закладывали в сториборды, когда их проектировали? Еще до написания первой строчки кода. Что это такое? Обычно смотрят на это все снаружи. Мы же заглянем изнутри и постараемся понять, что же такое сториборды. Итак, сначала мы углубимся в сториборды. Затем мы, разумеется, немножко затронем тему Segue и постараемся сделать какие-то выводы. Итак, начнем. Сториборды появились достаточно давно. Они стали нам доступны с iOS 5. Они там были представлены. Это была очень странная технология. Сложно было представить вообще, зачем их использовать. Мы все, что могли, это пересылать красивые картинки в Xcode. Ну, мы это и раньше умели. Это была, опять же, странная технология. В iOS 6 кое-что изменилось. Появилась Unwind Segway. Я вот называл их перемотка. К сожалению, русской локализации не нашел. Это сториборды стали инструментом, который позволяли делать роутинг. Но это было не то. Начиная с iOS 7 началась серьезная реформация. Были переписаны не только сториборды. Фактически были переписаны вью-контроллеры. Были переписаны Segway. Много что изменилось с тех пор. И в iOS 9 мы, в принципе, имеем то, что мы имеем сейчас. С постепенным вырезанием старых функций. Многие методы сейчас деприкейтед, которые относятся к этому. Также сториборды есть и в macOS. Но кому это интересно и правда. Но немного отвлечемся. Знали ли вы, что фильмы, прежде чем приступить к съемкам, сначала рисуют? Это и есть работа режиссера. Рисовать раскадровки. Он рисует раскадровку. На ней изображают сцены, переходы между этими сценами. Раскадровка по-английски так и звучит. Сториборд. Сцена, ну, scene, все вы знаете. А переход — это Segway. Плавный переход от одной сцене к другой. Кстати говоря, на логотипе сториборда изображено не что иное, как кинопленка. Но продолжим. Как мы обычно видим сториборд в нашем приложении? Ну, это не что иное, как набор каких-то сцен. Редко они когда соединяются с Segway, но это другая история. Почему в обычных приложениях сториборды выглядят именно так? Для того, чтобы разобраться в этом, заглянем в интерфейс сториборда. У него порядка 50 методов частных и всего-навсего два публичных. Это методы, которые возвращают экземпляры UI-вью-контроллеров. То есть два метода, единственные публичные, которые возвращают экземпляры одного и того же класса, которые мы там внедрили определенной зависимости внутри. Давайте еще раз подумаем. Мы обращаемся к классу, забираем объект. Еще раз обращаемся, еще раз обращаемся, забираем объекты. Да это не что иное, как фабрика. Да, мы пользуемся сторибордами, как фабрикой вью-контроллеров. Посмотрим поглубже в эту мысль. Что такое фабричный шаблон? Паттерн, который мы используем, фабрика, все с ним знакомы. Но что это такое? Во-первых, это класс или объект, который должен уметь возвращать экземпляры, которые удовлетворяют тому или иному контракту. В данном случае они должны быть под классами UI-вью-контроллер. С этим все понятно, но это не все. Что немаловажно, в эти экземпляры должны быть внедрены все зависимости. Иначе они бесполезны. Их нельзя использовать, пока они не готовы. Для того, чтобы посмотреть, разобраться, как все выглядит, создадим новый проект, сингл-вью проект в Xcode. Забыл, как называется Xcode. И заглянем внутрь сториборда. Да, здесь не картинка, как вы могли подумать, это сториборд. Что мы можем понять из этого полотна кода? Ну, давайте взглянем на первую строчку. Обычно я так делаю, когда открываю файл с незнакомым форматом. И мы видим, что это XML. Это хорошая новость, потому что XML мы умеем читать не только парсить программно, но и читать глазами. Это хорошая новость. Дальше обратим внимание на тип корневого документа в XML. Как мы видим, в названии есть не только сториборд, но и Xsip. Это интересно, и нам это еще пригодится. Дальше идут какие-то зависимости. Наверное, Xcode зачем-то они нужны. Оставим это на его совести. Взглянем внутрь. Внутри одного из корневых компонентов сцены есть внутри сцены. И обратим внимание, что внутри каждой сцены есть объекты верхнего уровня. Это objects и placeholder. Это интересная новость, потому что это не что иное, как Xsip, с которым мы все знакомы и все знаем, что это такое. Единственное, есть отличие. Если вы обратите на placeholder, то в нем нет самого главного placeholder, в Xsip, нет файлоунера. Что странно, без файлоунера Xsip, точнее в рантайме NIP, работать не могут. Ну, продолжим. Создадим, раз это Xsip, возможно, он умеет делать тоже… Раз это очень похоже на Xsip, возможно, он и обладает всеми теми же функциями, которые у нас есть. Ну, создадим какой-нибудь outlet. И опять же заглянем внутрь. Какие изменения мы здесь увидим? Ну, во-первых, появился наш объект, который мы создали. Это похоже на Xsip. Во-вторых, появился outlet. Опять же, похож. Destination ссылается на этот объект. Ну, все логично. Запустим в рантайме и проверим, что все это действительно так. Запускаем, смотрим. Да, действительно, был создан объект, который мы указали, нужного класса, и он внедрился в UI view controller, который мы… в наш подкласс, который мы пытались достать. Кое-какие зависимости он собирает. Это хорошо. Двинемся дальше. В storyboard'ах есть segway. Интересный концепт. Непонятно, зачем он нужен. Сейчас, на данном этапе. Но взглянем внутрь. Мы добавили segway. Опять посмотрим на первый наш контроллер. Мы видим, что он изменился фактически одной строкой. И эта строка — это segway. Он появился. Причем он появился в разделе connections. Это достаточно странно, потому что мы… Обратите внимание на destination, и этот код, этот хэш, да, хэш, ссылается не внутрь этого графа объекта, как должны ссылаться все, что у нас есть в connections, а он ссылается вне этого графа объектов, то есть в какой-то другой объект, в другую сцену, в другой view controller. Это что-то новое. Дело в том, что ксип такого не умеет принципиально. Единственное, что он умеет — сосылаться на placeholder, если нужно сосылаться куда-то вовне. Посмотрим, что же происходит в рантайме с такой ситуацией. Пока что не очень понятно. Запустим, инициируем эту segway. И обратим внимание, что view controller был внедрен в другой view controller. То есть мы до destination можем достучаться из нашего view controller. Это интересный концепт. В сибах напрямую мы такого не умеем. Ну, мы можем написать свою оболочку, но в сибах напрямую мы это не умеем. Чтобы… Сейчас начнем дальше развивать идею про зависимости. Storyboard — это фабрика… Мы используем Storyboard как фабрику view controller. А какие вообще есть зависимости у view controller? Во-первых, это две группы, с которыми мы, конечно, знакомы. Это аутлеты и inspectable. По сути, одно и то же. Везде в рантайме вызовется set value for key. Но аутлеты используются чаще для объектов. Если мы пишем на свифте, а imb inspectable часто пишется для условно констант. То есть для обычной структуры, строки, числа. Дальше у view controller есть иерархия view, которой, собственно, он управляет. Он для этого и создан. Но, как мы выяснили, судя по всему, разработчики Storyboard и view controller предполагали, что иерархия view controller – это тоже зависимость view controller, которую тоже необходимо внедрять. Посмотрим повнимательнее, что вообще за иерархия view controller, как она себя ведет в рантайме, что это такое. Она представляет из себя, во-первых, просто иерархию. Иерархия – это простая структура. Но хранится все в очень разных переменных. Родителя мы не всегда можем найти в переменной parent. Мы часто можем найти его в presenting view controller. Детей тоже раскидало в разные места. И вручную этим управляться достаточно проблематично, держать все это в консистентности какой-то. Для этого, чтобы не делать это нам все руками, был придуман в view controller механизм представлений. Представления бывают в двух типах. Во-первых, это модальные. Мы их все знаем, мы наиболее часто кастомизируем модальные представления. У них есть всего два метода и огромная инфраструктура, которая позволяет все это кастомизировать. Есть другой тип представлений. Это представление дочерних контроллеров, которым занимаются контроллеры-контейнеры. Типичные примеры – это navigation-контроллер, tab-bar-контроллер. У них тоже есть ограниченное число методов. Два представляющих и один распутывающий, о котором поговорим чуть попозже. Немного мы со сторивордами разобрались. Двинемся дальше. Сегвы. Посмотрим на них повнимательнее. Опять же немного отличемся и посмотрим на небольшой пример. Все мы знаем приложение Messages. Стандартное приложение из iOS. Когда мы его открываем, то в нормальной ситуации мы видим на экране представление, точнее view от двух контроллеров. Во-первых, это навигационный контроллер и контроллер списка диалогов. Всего в иерархии находятся, мы так предполагаем, два контроллера. Если мы выбираем один из диалогов, то на экране мы увидим, что произошло какое-то изменение. И в итоге мы на экране видим сверху, навигационная панель осталась от навигационного контроллера и видим контроллер диалога. Это видим мы. Что видит пользователь? Пользователь был сначала в списке диалогов, потом перешел к диалогу. Сначала для него приложение было в одном состоянии, затем приложение перешло в другое состояние. Но под капотом происходило именно следующее. Сначала иерархия view контроллера была в одном состоянии, а затем произошли изменения и иерархия перешла в другое состояние. Это нас наводит на мысль, что иерархия view контроллеров это и есть не что иное, как состояние нашего приложения. Это одна из ключевых мыслей, которые я сегодня пытался донести. Ну, пойдем дальше. С иерархией мы разобрались. Какие же у нас есть проблемы внедрения… Мы разобрались, что это зависимость view контроллеров. А какие же есть проблемы для внедрения такой зависимости? Ну, во-первых, несмотря на то, что это иерархия, подход, который мы применяем с UI view, нам не подходит. В этом просто нет смысла. UI view мы собираем полностью и вставляем во view контроллер. View контроллер же иерархия должна меняться динамически, реагируя на действия пользователя. Пользователь может нажимать на кнопку, и иерархия меняется. Пользователь может свайпить, и опять иерархия меняется. И тут мы подходим к третьей… Ну, так, нехорошо, давайте я лучше так буду называть. Сложности. И пользователь. Пользователь — это… Пользователь внезапен. Он может завести наше приложение куда угодно, туда, куда мы даже не представляли. Но абсурдная ситуация в том, что мы хотим ему позволить делать то, что он считает нужным, и удовлетворять всем его пожеланиям, которые бы он хотел получить от нашего приложения. Для… Как мы поняли, внедрять достаточно сложно такую зависимость. И в Apple придумали специальный механизм, который это делает. Механизм Segoev. Механизм Segoev занимается управлением модификацией иерархии вью-контроллеров. Он живет в некоторых ограничениях. Он живет в ограничениях UI-кита и UI-вью-контроллеров, как и составной части их. В ней важный момент, что только контроллеры могут модифицировать свою иерархию. Ни один другой класс не может этого делать. Все те контроллеры, все те методы представлений, которые мы видели с вами, это модальные представления, представления дочерние, это все методы вью-контроллеров. Только они этим занимаются. У каждого контроллера есть своя зона ответственности. И он отвечает за нахождение в иерархии только своих детей. Он даже не отвечает за себя, не говоря уже о своих родителей. И, что самое сложное, контроллеры должны оставаться независимыми друг от друга. Остановлюсь на этом поподробнее. Часто понимается эта фраза, как внутри имплементации контроллера не должно быть указания на какой-то подкласс нашего вью-контроллера. Но я предлагаю подходить к этому гораздо более строже. Наша имплементация вью-контроллера не должна даже подозревать о существовании других вью-контроллеров, о самом факте их существования, а не то, что они представляются или какого они класса. Для того, чтобы научиться что-то внедрять, нужно сначала управлять чем-то, нужно сначала понять, что это такое. Сегвы управляют модификациями. Рассмотрим, а какие бывают модификации. Ну, выделяют первый тип, один из типов. Это модификация, при которой в целевой иерархии будет находиться новый вью-контроллер или новая иерархия вью-контроллер, специально созданная для того, чтобы поместиться в эту иерархию. Этот вью-контроллер не существовало до того, как стало необходимо провести такую модификацию. Как это обычно выглядит? На сториборде, точнее, в интерфейсе X-кода мы сделаем обычную сегвы, в ходе которой уже в рантайме, когда мы это вызываем, запускается механизм, который уточняет у первого вью-контроллера, стоит ли делать это представление. Затем создается, если ответ положительный, создается destination, то есть назначение второй вью-контроллер. Затем создается уже экземпляр сегвы, и затем вызывается метод prepare, и вызывается уже непосредственно perform, который сделан для того, чтобы осуществить это представление. У нас больше всего вопросов возникает по поводу последних двух методов. Это метод подготовки prepare for sender и метод perform. Рассмотрим их оба. Метод prepare можно буквально понимать как обращение системы к вью-контроллеру, что его взаимодействие с пользователем потенциально может прекратиться. Обращу внимание, что система не просит подготовить другие вью-контроллеры, она просит подготовиться самому. Возможно, ему нужно завершить редактирование. Возможно, ему необходимо настроить анимацию. Возможно, у него есть какие-то данные, которые у него закешированы, и ему нужно сообщить бизнес-слой об этом, какую бы архитектуру вы ни использовали. Еще раз повторюсь, кастить вью-контроллеры, типы вью-контроллеров не нужно. Этот метод не для этого. Да, он создан для обмена данными между вью-контроллерами, но не напрямую. Это нужно делать через слой. Модул, если это MVC, иные объекты, если это другие архитектуры. После метода подготовки вызывается метод perform у экземпляра Segue. В рамках первого типа представлений метод perform, все, что он делает, это вызывает один из этих методов. Больше ничего. Единственное исключение, разве что при модальном представлении, как мы называем метод present, потенциально мы можем настроить какие-то вью-контроллеры, настроить наши вью-контроллеры, чтобы модификация была сделана так, как мы это хотим. Ну, рассмотрим какой-нибудь типичный подкласс US-storyboard Segue. Он состоит из одной функции, одного метода perform. Больше нам ничего и не нужно. Имплементация метода perform делится на две части. В первой части мы настраиваем вью-контроллер, чтобы модификация прошла так, как мы хотим. Мы внедряем он transition-delegate, presentation-контроллер. Вторая часть — это вызов того самого метода. Повторюсь, больше здесь не происходит ничего. Здесь нет никакой сложной логики. Это достаточно простой подклад. Это достаточно простой объект, который мы можем смело делать сами. Но это был первый тип переходов. У нас есть еще и второй. Это вот та самая перемотка или распутывание Unwind Segue. Он заключается в том, что в целевой иерархии гарантированно не будет лишь одного контроллера, но при этом все остальные, лучше скажу по-другому, в целевой иерархии будут только те контроллеры, которые там уже были, возможно, за исключением некоторых. Наверное, так лучше сказать. В интерфейсе X-кода это выглядит достаточно просто. Но странно. Ведь мы Segue — это переход от чего-то одного к чему-то другому, а здесь нет никакой стрелки, куда бы это переходило. Дело в том, что мы не можем предсказать, каким образом будет выглядеть иерархия, когда необходимо будет выполнить такое представление. Посмотрим, опять же, внутрь сториборда и найдем здесь нашу Segue. Здесь мы заметим здесь Unwind Action. Это, как видите, это селектор, с помощью которого мы как раз будем искать потом в рантайме его. Но в данном случае интересно, здесь это поле Destination. Обратите внимание, что оно указывает не вовне графа, как мы это видели раньше, оно указывает внутрь. 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 И указывает он на объект exit. Exit — это объект верхнего уровня. Но при этом, судя по его описанию, мы видим, что мы его не можем создать. У него нет класса. Значит, это placeholder. Посмотрим. Механизм выполнения Unwind Segue очень схож с механизмом выполнения обычной Segue. За одним исключением. Перед методом perform вызывается Unwind Action. Тот самый Unwind Action, по которому мы его нашли. Этот метод очень похож на метод подготовки Prepare for Sender. За одним исключением. Он говорит о том, что, скорее всего, его взаимодействие с пользователем вот-вот начнется. Метод perform выглядит немного иначе, когда вызывается Unwind Segue. Дело в том, что, делая Unwind Segway, мы можем двигаться очень далеко. Мы можем найти наш destination очень далеко по иерархии. Через 3, через 4, через 5 родителей. И необходимо уведомить всех на пути от Source до Destination, необходимо уведомить все viewcontrollers, чтобы они смогли полноценно к этому подготовиться. Если это модальное представление, его нужно завершить. Если это контроллер-контейнер, то он как-то должен обойтись со своими детьми, чтобы они тоже корректно завершили свои действия. И таким образом метод perform состоит из всего-навсего одного метода Unwind PhotoWarsViewController. Но вызывается он целым пакетом на все контроллеры, которые находятся на пути от Source к Destination. Мы вкратце пробежались по всей этой технологии и инфраструктуре, которая стоит вокруг storyboard. И посмотрим, какие инструменты у нас есть, чтобы им пользоваться. Во-первых, это Xcode и Build Phases. Этим часто пренебрегают, но Build Phases — это именно то место, где мы можем сделать практически все. Дальше есть Натали, о которой мы сегодня уже говорили. Он позволяет генерировать удобные структуры, которые нивелируют наши проблемы со строками. Есть еще Abilinder, который тоже написан на Swift, и он позволяет нам работать с софт-лей-аутом и еще есть какие-то функции. Еще я бы хотел выделить storyboard-lint, который написан, кажется, на Ruby. Он показывает пример, каким образом можно выбрать синтаксические лексические соглашения, лексические соглашения, чтобы упростить работу со строками и константами. Но главная ценность, как мне кажется, последних трех, это в том, что в них в трех есть движки, которые умеют парсить storyboard, и они поддерживаются сообществом. У Натали, там больше тысячи звезд на GitHub, у Abilinder и storyboard-lint больше 500, и мы всегда ими можем пользоваться для того, чтобы делать ровно то со storyboard, что нам нужно. А так как у нас есть Xcode Build Phases, то мы можем настроить те правила, которые нам интересны. В заключении правильно было бы рассказать про плюсы, но дело в том, что я уже 20 минут хвалю storyboard, и давайте плюсы опустим. Расскажем про минусы. Это куда интереснее. Это сложный для меня был слайд. Сэм подтвердист. Я разделил минусы storyboard на две части. Первую условно назовем решаемые. Нет, я не пытаюсь снивелировать это, но они действительно решаемые. Это нет поддержки кастомных контейнеров прямо из интерфейса Xcode. Это проблема, потому что именно из-за этого мы сейчас не имеем на GitHub сотни различных реализаций контейнеров с красивыми анимациями, с которыми удобно пользоваться. Это плохо. Но при этом это решается. Тремя строчками обращения к частному API UI контроллера. Да, это решается, но сейчас нативной поддержки этого нет. Следующее. Ну, строки. Про это уже все сказали. Все понимают. Да, это тоже можно решить, но это трудозатраты, которых часто у нас нет. Очень, несмотря на то, что ассеты были сильно обновлены, все-таки это ограниченное количество типов, и мы часто испытываем сложности с ассетами и с IB inspectable, который тоже поддерживает очень мало типов. Ну, и самое такое больное, это нерешаемые проблемы. И, по-моему, у меня там всего один пункт, но он действительно нерешаемый. Да, сториборды это написаны на Objective-C, и так как мы пишем приложения на свифте, часто бывает сложно их адаптировать. Не адаптировать, а сложно предусмотреть, чтобы потом, когда мы начнем это подключать к сториборду, например, когда мы пишем какой-то бизнес-слой, что потом мы где-нибудь не передаем в Enam со сложным row type, который просто за rejects и не сможет скомпилироваться для того, чтобы он нормально работал со сторибордами. Это проблема, но от этого мы не уйдем. Пока есть UI-кит, он написан на Objective-C, и все, что вокруг него, тоже написано на Objective-C, и мы будем с этим пользоваться. И тут бы я хотел бы, наверное, закончить, но не закончу. Дело в том, что самые внимательные, наверное, из вас заметили, что я не ответил на один вопрос. И опять же, это сложный вопрос для меня. Ну, на самом деле, нет. На самом деле, это вопрос для меня очень простой. Дело в том, что до того, как я пришел в iOS, я очень долгое время был в Mac OS, тогда еще OSX, и глубоко изучал ксибы в том числе. И когда впервые столкнулся со сторибордами, для меня это не стало какой-то загадкой, для меня это было очевидно. Ну, может, я слишком красиво говорю, но я уже заканчиваю. Итак, мы копались во внутренностях сторибордов, изучали сейчас инфраструктуру, обеспечиваю всю их работу. Мы даже парсили глазами XML, и собирая все найденные детали вот в одну целую картину, мы можем все-таки заключить, что сториборды это и есть та система, которая собирает в единую картину детали нашего приложения, реализуя паттерн внедрения зависимостей, пронизывающий абсолютно все наше приложение, начиная от визуального до бизнес-слоя, затрагивая такие сложные моменты, как роутинг, который фактически переосмыслен здесь. И, наверное, от меня в рамках этого доклада может быть интересен ответ, стоит ли ими пользоваться и когда ими стоит пользоваться. Ответ очень простой. Если у вас есть, это существующий проект, и он уже использует какой-то механизм внедрения зависимости, и у вас уже написано или вы пользуетесь существующим каким-то роутингом, ну, конечно же, нет. Зачем портировать то, что и так выполняет свои функции? Здесь нет никакой магии в сторибордах. Это просто реализация, не более того. Если вы начинаете проектировать новое приложение, и у вас нет значительных ресурсов для написания своего механизма внедрения зависимости и своего механизма роутинга, да, это хороший кандидат на использование его в ваших проектах. И, наверное, все. Спасибо за внимание. И снизу будут ссылки на статик, на некоторые материалы, которыми я пользовался при подготовке. Вопросы? О, сразу. Антон, спасибо за доклад. Было интересно послушать. У меня два вопроса. Первый вопрос следующий. Ну, абстракция наше все, абстракции нет предела. И вот всегда возникает вопрос, а зачем? Вот хочется услышать, может быть, ваше мнение по этому поводу, потому что я часто слышу, что абстракция над слоем базы данных, это хорошо. Абстракция один контроллер не должен знать о втором контроллере ничего, это тоже, например, хорошо. Касательно базы данных, просто многие там считают, что все решит UREM, мы не будем знать, что такое, какая у нас база данных, мускул, постгри, но на практике это не работает. На практике был случай, когда мы меняли движок с MySQL с Марии на Перкону, и все просто легло. Хотя по факту не должно было ничего лечь, это должно было речь на плечи абстракции. Как на практике, по вашему мнению, оправдана ли вот эта вот абстракция сториборда и сегвей в том случае, что один контроллер не знает ничего о другом? Вот. То есть второй сразу я постараюсь на два. Или это было уже два вопроса? Нет, это был один вопрос. И второй вопрос. Что вы думаете все-таки подробнее о сториборде как о инструменте для dependency injection? Потому что насколько мое мнение dependency injection, которая реализована через свойства, а не через initialized based dependency injection, это плохо. Потому что порождает force and unwrapы, а это порождает не… Да, лаконичнее. Хороший ли это dependency injection то, что он сделан не через конструкторы? Вот. Давайте по поводу первого вопроса. Дело в том, что сториборды… Вью-контроллеры зависимы или нет? Это не абстракция. Вью-контроллеры мы делаем разные классы и стараемся их делать независимыми. Если у нас один контроллер умеет показывать таблицу, а второй умеет показывать навигацию, то им нет смысла быть связанными. И это не какая-то новая абстракция. Это данность. Если мы их вдруг связываем, когда на самом деле у них нет бизнес-логики связаны, мы просто скорее всего не до конца понимаем, зачем они нам нужны. Возможно, мы не до конца декомпозируем. Не строим новые абстракции, а просто декомпозируем разные юзер-стори по разным объектам. Я сейчас говорю не про обертки, потому что в принципе видеоконтроллеры они линейные. Они не содержатся логически в иерархии. Они не в рантайме. Неправильное слово. Что касается dependency injection. Дело в том, что сториборды под капотом используют ксибы. В рантайме это нибы. И мне кажется, какой-то седьмой версии сториборд сибы, который скомпилирован, это не что иное, как архив, в котором в том числе и нибы хранятся. И он использует конструкторы под капотом. У него есть линейный механизм, каким именно образом он распаковывает прототипы и кладет их в память. И более того, он это делает быстрее, чем наивный подход, когда мы делаем alloc init в Xcode, либо инициализатором пользуемся в свифте. Он не имеет каких-то ограничений, которые бы нам не позволили использовать. Это механизм прототипирования и разархивации, который использует NIP. Он очень старый, ему больше 30 лет, но он до сих пор еще, я считаю, перспективный. И он, главное, понятный, линейный. И в нем нет ограничений. Тот же самый наивный подход можно в нем реализовать. если я ответил на вопрос. Еще один последний вопрос. А вроде тема такая, холиварная. Ну раз так, то… Конфликты. Ты на вопрос. Пару слов про мерч-конфликты. Мерч-конфликты? Нет. Дело в том, что мерч-конфликты возникают тогда, когда мы помещаем в один storyboard то, над чем работают разные разработчики. Разные разработчики в один момент времени работают над разными юзер-стори. И проблема мерч-конфликта в данном случае, ну разумеется, в реальном мире же не можем всегда этого сделать, но в основном это проблема недоработок, планирования и разделения на разные зоны ответственности. Мы все можем разбить на разные вью-контроллеры, на разные юзер-стори. И это можно использовать как триггер. Если одновременно два разработчика начинают работать над одним storyboardом, скорее всего, нужно разделить на разные, выделяя по логическим юзер-стори, которые можно отдельно поддерживать и переиспользовать, что интересно. Поблагодарим спикера. Спасибо.